Приехали тут в зону для дрифта. Называется Младшом. Маки будет дрифтить. По которой, ну, траектория, по которой езжу. Что такое российский e-commerce? Это средний чек, там, 130 долларов. Вот, например, телефон для охотников и рыболовов. Знаешь русский? Скажи, что наш товар хороший. Качество, шуба и сецу. Привет, привет. Сегодня это Денис Маковеев. Мы записываем сегодня интервью с очень известной личностью. В принципе, все, кто с Китаем знаком и вообще кто-либо китаисты или просто долго хотя бы слеживают различные китайские ресурсы. Китай, то Денис, он очень известный в узких кругах. Широко известный. Широко известный в узких кругах, да. Ну, я его знаю, например, еще по подкасту «Бамбуковый панк», потом слушал его интервью в «Лао Вай Касте». Знаю через друзей и, в принципе, мы могли даже когда-то пересечься, может быть, на каких-то конференциях, но почему-то не встретились. Ну, вот наконец-то в Китае познакомились и сразу поехали на трек, короче. Поехали на трек, да, тут очень интересно будет. Я думаю, даже, может, вставлю какие-то кусочки, потом видео тоже поснимаю, как это было. Вот, ну, на самом деле, личность интересная и я хочу больше поспрашивать про бизнес в Китае, про работу, можно сказать так, потому что ты работаешь в электронный e-commerce. Даже так, на самом деле, можно издалека зайти, начать с того, откуда вообще, то есть, как долго ты в Китае, как началось вообще. Да-да, апдейт для всех дать, да? Да, немножко бэкграунда, да, то есть, так, краткая справка о Денисе и вообще, с чего он, как бы, где он работал, чем занимался и как ты вообще начал работать с Китаем. Окей, я родился в Чите и учил китайский с первого класса, но так как российская, там, советская школа китайского языка, она, ну, не давала каких-то серьезных результатов, я в 97-м году, в возрасте 14-ти лет, поехал на стажировку в Шиньян и после этого я стал достаточно часто посещать северные города Китая, ну, все, что близко к Забайкальскому краю. И, ну, при этом учился, закончил школу, закончил университет по специальности китайский и английский, и сразу по окончанию университета я приехал в Пекин, где с 2005-го года. Асир, да, получается? Да, в Пекине, тусовался, занимался, там, автомобильным производством, там, сертификация, какая-то ерунда, ну, в России, короче, вот все, что вы видите, там, ховеры вот эти все, это все. Моих рукоделок, ну, в том числе. То есть с 2005-го года? Да, 2005-го года. После этого... Ты в Пекине сколько пробовал? С 2005-го по 2011-й. Но в 2010-м у меня была длительная командировка в Шанхай, это был Шанхай-Экспо-2010, мультфильм «Смешарики». Я как раз тогда жил в Шанхай вполне долго. Да? Да, да, да. Перед Экспо. Ну, вот, когда я жил в Пекине, я думал, что круче города, наверное, нет. Ну, и на самом деле, я вот был так сильно в этом уверен, что я не думал, что никогда не перееду оттуда. Вот, но командировка, там, в три месяца в Шанхай, все решила. Вот, и в 2011-м я переехал в Шанхай. Занимался, там, закупками, B2B, поставки, производства. Ну, короче, вот вся эта хренотень, которой все занимаются. Вот, было так интересно все. А в начале 2013 года, из-за того, что я сделал достаточно несколько, ну, успешных проектов в B2B и в логистике, на меня вышли люди из Рибабы и сказали, что вот есть Алиэкспресс. У нас сейчас там на Россию есть 3000 заказов в день, очень интересный проект. И пока мы общались, у них вырос объем до 30 тысяч заказов в день. И на почте российской произошло какой-то конфуз. Вот, так мягко назовем это все. Говорит, ну, раз у тебя есть история успеха такая с логистикой у меня, вот, меня-то все позвали, пригласили вас главить это все дело. И я, ну, не думал никогда, что буду работать прямо в какой-то компании, ну, вот, соблазнили таких. Вот, и пришел в Али. И вот с 2013 по 2015... Ты работал, по сути, в Алибабе, да? Да, да, да. Алиэкспресс, это подразделение. Плавно вырос этот поток с 30 тысяч отправлений в день, когда я пришел туда. И до полумиллиона в день, когда я ушел. Ну, тогда буквально за эти два года, насколько я помню, то есть Алиэкспресс, он просто, можно сказать, весь e-commerce российский под себя подмял. Его, можно сказать, тогда рынка не было, он его просто сформировал. Да, да. И тогда очень много интересных всяких знакомств. И на самом деле до работы в Алибабе я про e-commerce не знал ничего. На Таобао не покупал. Мы тогда только поженились вот с моей китайской девушкой и нынешней женой. Вот, если что-то купить надо, вот я ее просил. Говорю, там, я не знаю, там какие-то ваши интернеты. А тут, раз уж пригласили меня, соответственно, научили многим вещам, я познакомился с... Джекома. Нет, с Джекома не познакомился. Он вот хвалил меня, но так мы и не встретились. Хвалил, круто. Да. В это время сформировалась уже команда, уже человек 50, наверное, работает русских ребят в Алибабе. Есть целая команда, они там переехали в Москву, и дизайнеры, и там продажники, и категорийщики, и там какого только нет. И там главный пиарщик. Вот, вся эта вот команда. Вот, а я понял, что, ну вот, блин, вот теперь-то я точно все знаю, и сейчас у меня получится свой бизнес. Вот, и как раз там было удобное время, когда можно было все отдать, там, бразды правления китайцам. Вот, и сейчас китайцы ведут направление российское в Алиэкспресс. И ты ушел. А я занялся, да, как бы, как бы своим бизнесом, но искал к нему дорогу как раз еще два года. Я ушел в 2015, там, в августе. Вот сейчас 2017 год. Год назад я, как это, совместно с одной венчурной, там, компанией запустил, там, свой e-commerce небольшой магазинчик. Вот, и, в принципе, уже изнутри разобрался, ну, то есть, со стороны продавца, потому что Алиэкспресс это только площадка. Вот, я считаю, что вот разобрался с тем, как это все работает, вот это, то, что я раньше видел с B2B, там, позиция, ага, вот сейчас мы контейнер закажем, сейчас клиент приедет купит, там, все остальное. И вот это сейчас дальше продолжилось, да, а, оказывается, это все обычные люди должны покупать, им должно это нравиться, собака. Стал ближе к клиенту, да, то есть, уже, как бы, какое-то, так обычно, да, действительно, оптовый бизнес, это, там, привез, там, отдал, там, дилерам раздал, да, они дальше, там, уже, ну, это так, контейнер, там, ну, как минимум, там, на какие-то крупные партии, да. Здесь уже получается, получаешь обратную связь, например, от, прям, покупателей. Да, и познакомился с совершенно, ну, вот, новым поколением производителей китайских, которые не продают на опт, они работают сразу на продаже B2C. То есть, у них завод, они знают, сколько нужно произвести, они понимают, чувствуют рынок, они очень быстро меняются и дают сразу предложения тем людям, которые покупают в интернете. Их было крайне мало, благодаря Алиэкспресс их стало намного больше. Сейчас, не знаю, в России, наверное, около 10 миллионов человек ежедневно, там, что-нибудь смотрят в интернете. И я думаю, что около 2 миллионов покупают, потому что сейчас у Алиэкспресс сколько там, в день, ну, точно есть полтора миллиона заказов. Ты помнишь, да, статистику какую-то, вот, да, да, по доле рынка, кстати, вот, и насколько я, ну, просто лучше, да, ты скажи, российский e-commerce, допустим, сколько процентов Алибаба ближайших конкурентов, по-моему, кто там, Юлмарт или еще кто там. То есть, по-моему, почти половина рынка. Там по-другому немножко делится. То есть, есть кроссбодер, есть домашний e-commerce. И это вообще разный рынок. То есть, вот, 70% вообще e-commerce в России, это российский e-commerce. И это вообще другой мир. Я в нем не был. Мы говорим про кроссбодер, да? Нет, 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 ну, мы сейчас вообще про полностью интернет. Что такое российский e-commerce? Это средний чек, там, 130 долларов. Представляешь, кто-то в интернете сидит и покупает 130 долларов. И в деньгах это 72% рынка. Вот. Кто эти люди? Вот я по уровню сервиса могу сказать, да? То есть, девочка покупает, например, на какой-нибудь там ла-моди, там, сапоги, выбирает 7 пар. Ей на следующий день утром привозят, это в параллеле вселенной происходит, наверное, но это правда. Привозят все 7 пар. Но меряет. Она курьера оставляет за дверью, меряет, берет ту пару, которая ей нравится, все остальное говорит, так не надо. Ты говоришь про российский e-commerce или какой-то другой, потому что там запас, понятно, он существует. Это их тема, там, да, привезти все там пары обуви, да, человек померил, выбрал, мы остальное сами заберем, даже пришлем на свой счет. А это такое существует в России? Не верится, но говорят, что это 70% рынка в денежном измерении. Окей. Вот. Мы сейчас не об этом. Да, да, да. Есть кроссбордер, который составляет там 30%. Вот из этого кроссбордера 55% это кроссбордер из Китая. И из этих 55% больше 70% это Алиэкспресс. То есть это реальный хороший там показатель в продажах, в штуках, но средний чек сейчас на Али там около 10 долларов. Ну, то есть это один покупатель в, как считается, ну, средний чек просто одна покупка в среднем, да? Ну, в среднем одна покупка 10 долларов. То есть есть, конечно, люди, которые там по 100 долларов вставляют, вот. Но те покупки, которые там за 5, за 6 долларов с доставкой, они... В общем, это любимая. Да, это любимая тема. Это студенты, это там те люди, у которых много времени, не очень много денег. Домохозяйки, скажем, да, там заказывают. И они не боятся рискнуть 5 долларами. Действительно. Ну, да, да, да. Что там, сколько там, 300 рублей, да? Вот. Но когда они этим рискуют, им после этого, блин, приходит что-то, что-то осязаемое и что-то, блин, ну, явно, блин, он дороже бы это купил. Вот, поэтому это очень крутая штука, которая заставляет поменять психологию. То есть, окей, оказывается, в интернете можно покупать. Алиэкспресс, он воспитал вообще всех, да. Люди начинали просто с того, чтобы, да, ну, как бы рискну там, какими-то маленькой суммой, да, там, накупали кучу гаджетов, смотрели вот эти все видеоканалы, распаковка посылок, там их миллион разных видов. То есть, а ну-ка, что-то пришло из Китая, да, давайте посмотрим, что это такое, какое было на картинке, какое в реальности. Всегда интересно, ну, и, как бы, что из-за этого стоит, внимание, что не стоит. То есть, тоже прошло целое поколение вот этого всего, мне кажется, уже сформировалось, как бы, ну, уже привычка покупать, то есть, доверие уже выросло. Да, и больше людей. И ячейки выросли. И сарафанное радио. То есть, да, уже. И уже такие просьбы, этот, как это, мост поколений бабушка. Внучка, купи мне там на Алиэкспресс, там, то, что. Вот. И это работает? Для закатывания банок какую-то, машинку, да? Да, да. Для закатывания губых. Хорошо. Ну, такая история. Да. Я сначала начал про себя, закончил про e-commerce. Про e-commerce годится. В общем, ну, эта тема интересная, потому что, опять же, эволюция, ну, и ты, я, как бы, мы уже долго в теме бизнеса с Китаем. И наблюдая, вот, B2B, да, то есть, заказ фабрик с поставки контейнерами, наблюдая, там, вот эти рынки, там, мелкий опт, опять же, рыночников, которые, ты знаешь, опять же, не понаслышке, как люди... Сам сумки таскал через границу. Да, то есть, я видел, опять же, это все на рынках, как люди приезжают с разных регионов, закупают баулами, отправляют карго. А есть, ну, а сейчас есть уже новый этап, маркетплейсов, e-commerce. Чистая фабрика. Да, да, и вот уже совсем другой формат. Вот это интересно, потому что, ну, мы смотрим, куда будет дальше двигаться рынок. На самом деле, кстати, вот это и вопрос, как ты считаешь, вот, куда будет дальше, ну, как будет происходить, что будет происходить с игроками, что нужно делать сейчас с тем, кто работает... Что нужно делать уже сейчас с Китаем в других форматах или в этом формате, ну, и как в ближайшие, допустим, 2-3 года, как ты считаешь, как будет, куда все будет развиваться. Ты знаешь, как хочешь, вот, я долгое время сам не верил, но хочется узнать, что будет в будущем с каким-то рынком. Посмотри, как это было в Китае пару лет назад. Вот, вот, я думаю, что будут люди больше вот через эту штуку все покупать. То есть, это как в России... Мобильное, да, с приложения. Сейчас мало в России, вот сейчас, ну, джум только вот пошел. Что такое? Джум называется такое приложение, ты про него даже не знаешь. А на самом деле это мобильное приложение для покупок в интернете, которое вот в этом году по мобиле обгонит Али. Вот, я прям вангую. Есть такой Илья Широков, он там что-то делал какие-то там, эндоклассники, ВКонтакте, вот, эту всю вот мишуру там социальную. Вот, и он очень активно продвигает эту всю историю, не знаю, как, с точки зрения качества товаров, но у него средний чек, ну, если на Али он 10 долларов, на Джуме там это 3 доллара. То есть, это совсем такой шлаг, но, тем не менее, это вот в пользователях это очень круто. И это такая... А кто обеспечивает всю эту систему? Ну, опять же, там, Али, она уже всю эту систему... Как было с Али, да? С почтой, с всякими складами, со всеми этими... Али ничего не делал, никакие склады. А склады это все... Почта России или кто там с ними уже запартнерился. Все, кто хочет с этого e-commerce пирога... Ну, да, это огромный вид трафик. То есть, есть продажи, продают продавцы. Площадка Али устанавливает правила, что вот вы должны там... Сколько у них комиссия, по-моему, процентов? Комиссия 8% у Али, да, уже 8%. Было 5, стало 8%. О, плюс еще там другие комиссии, там, кэшбэки, хиреки, там, все это. Ну, они уже, кстати, да, многие можно зарабатывать на кэшбэках. Там люди, я знаю, вообще нормально зарабатывают. Ну, на самом деле, за это все платит покупатель на кэшбэках. Естественно, но это просто... Переливание, да, там, хочешь халявы, о-о-о, хочу, хочу. Экономия для Али на рекламе, да, люди просто привлекают новых пользователей и получают за это часть бюджета рекламу. Ну, как бы, это логично. Соответственно, продавцы понимают, что там, 3 года назад круг от покупки товара до продажи и до получения денег был, там, 60 дней, 2 месяца. То есть, ты купил, там, условно, там, хрень, там, за 1 доллар, отправка стоит еще 1 доллар, заценил это в 3 доллара за бесплатной доставкой, то есть, ты зарабатываешь. Вот, ты продал и ждешь 2 месяца, пока тебе это вернется. Вот, в самом начале это приемлемо, то есть, люди готовы были ждать, были большие заработки, но тут стало больше клиентов и больше продавцов. Ну, и логистика. Да, да, да. То есть, цикл... А, давайте делать быстрее. И стали появляться логисты, которые говорят, а мы вам этот цикл сократим, там, в том числе и, там, я этим занимался, и новая команда Почта России очень много сделала, вот. Цифры ты знаешь, какая сейчас, сколько доставка средняя? Средний срок доставки по всей России из Шенчжэня сейчас 18 дней. Угу. То есть, ты заказал на Али. Это учитывая внутрикитайские, допустим, какие-то, салитации и учитывая... То есть, все полностью. Со складов Китая. Да. Соответственно, средняя здесь очень-очень средняя, потому что в Москву может за 35 дней пройти, там, за... Но у Али покупатели в основном из, так бы, небольших городов, да, там, могут из, там, Якутска заказывать, могут из Норильска, там, не знаю, в Оркуту. Ну, в Москву быстрее, наверное, да, идет? В Москву быстрее, но из Москвы меньше покупателей. В Москве все-таки обеспечены люди, которых, во-первых, времени нет ждать, это все дело. Во-вторых, у них денег достаточно, чтобы покупать за 100 долларов. Ну, вот. Поэтому появилась логистика, появились люди, которые там все это доставляют, почта стала лучше работать, все это смазалось, и вот теперь оборот быстрее. Деньги быстрее капают, и, в принципе, это лучше для рынка, для производителя, для всего остального. И многие сейчас производители стали вывозить все на склады в Китай, часто нелегально, но это неважно, в России всегда так было. Ты имеешь в виду производители? Ну, вот, продавец телефонов, там, на Али же есть, там, там, Али Мол, там, еще какие-то. Отправка со складов в России, в Москве. Они еще быстрее доставляют. А, в смысле, ну, ты в России, да? То есть, склад китайцы делают? Да, китайцы делают склад в России. На самом деле, что это такое? Это, ну, все раньше рынки там были, как Черкизон раньше был, сейчас Люблино, там, или, там, садовод, все те же самые серые схемы, только плюс электрификация всех дорог привела народ к лучшим результатам, в принципе. Ну, вот, ты говоришь, там, приложение сейчас, ну, да, все уйдет в мобильное. Да, уйдет в мобилу, будет быстрее доставка и, наконец, быстрее, это сколько, она может быть, ну, там, вообще, три дня, может быть, ну, как в Китае мы живем, в принципе. А по Китаю, кстати, сколько по Таобау доставка, день-два, да, максимум? Да, да, два дня. В принципе, до двух дней, да. Ну, в зависимости от региона, если в китайской деревне, там тоже может и пять дней идти посылка. Ну, да, через какие-то, например, там, пункты перераспределения. На Тибет закажите, пожалуйста, айфончик. Слушай, Женя. Вот, и люди будут больше верить, то есть сейчас сверху и снизу идут, сверху идет русский e-commerce, там юмор, всякие. Я недавно услышал, что Яндекс.Маркет как-то там что-то пообещал много. Яндекс.Маркет увидел возможность, вот, в виде Али, говорит, как это вы сделали? Али, ну, мы ничего не делали, вот это китайские продавцы. Так, ебдай. Так давайте быстрее китайских продавцов заманивать. И они это сделают, и я думаю, что что-то из этого получится. Яндекс.Маркет будет давать предложение, как на Али. Вот. И так как Яндекс.Маркет больше русский, и я вот проект там свой маленький проект мучу, вот. Ну, назови его. Ну, как он? Умка. Умка.Мол. Умка.Мол. А именно адрес какой? Умка.Мол.com. Точка.Ком. Да. А, ебдай. Умка.Мол. Умка.Мол. Точка.Ком. Это для продавцов, для китайских. Ага, все, хорошо. Вот. И это уже товары, которые в России, которые с хорошим, высоким, средним чеком. То есть это уже телефон, там, бомж-дроиды. Высокомаржинальные, да? Да. И тоже товары. Планшеты, квадрокоптеры, там. У меня, квадрокоптер где-то лежит здесь, диджей новый. Вот. И это все очень интересное и классное. От китайских поставщиков, которые берут всегда на лучших условиях, чем русские поставщики. Вот. И с русским сервисом. То есть мы сделали колл-центр, чтобы, как в России любят, чтобы тетенька ответила, там, алло, здравствуйте. Ну, может квадрокоптер, ну. У вас квадрокоптер уже в пути. Вот. И я вот сейчас думаю, что, конечно, традиционный магазин это какая-то хрень. Блин, вот сегодня выходные, если бы не было e-commerce, то бы сейчас не поехали бы на дрифт-площадку. Вот. А пошли бы в магазин что-нибудь покупать. С толстыми сумками. Зележками. И там в очередях стояли бы. Как китайские бабушки. Да, да. Кстати, в Европе так и происходит. Шо, правда? Например, да. Ну, там, причем, в некоторых странах в воскресенье выходное, а в субботу все искупаются. Шоппинг. Шоппинг и бабушки с утра там. Мне кажется, это не кайфово. Это не кайфово, да. Это old school. Ну, это old school такой, да. Может, кому-то нравится. Ну, вот можно на музыкальный фестиваль, можно в театр или кино. Да, время можно найти лучшее, как провести время. А покупать, что там, кнопки нажал, там, тяп-ляп. Плюс... Так, ну, потом покажу. Хорошо. Хорошо, давай. А, кстати, расскажи вот именно про свою, ну, целевая аудитория, допустим, этого магазина. Это кто? Целевая аудитория – это те, кто вырос из Алиэкспресс. И уже, ну, вот, там они покупали 3 года назад, когда они только-только из университета выпустились. И у них было много времени и мало денег. Вот. И они там покупали чехольчики там, то-сё. Они поняли, что в интернете покупать можно. Знают, как совладать с продавцом. Понимают, что теперь не надо под магазином ходить, потому что и выборы выше, и там, и лучше, и всё. Но они стали расти по своей карьерной лестнице. И у них уже... Вырос уровень дохода, стало меньше времени и запросы лучше. Блин, нафига я в интернете буду там лазить, когда мне вот, у меня встреча с клиентом, у меня там то-сё там. Да. Но в том числе есть досуг, который хочется проводить. Я хочу классный квадрокоптер, я хочу новый, там, китайский телефон. Ну, назови, да, пять товаров, допустим, которые классные, вот прям, сразу, ну, твои. Ну, вот, да, квадрокоптер там, допустим. Ну, телефоны китайских брендов, новых всех хом-томов. Сейчас есть очень крутые, кстати, мы их не знаем вообще. Они идут... Ох, ё, я при... Можно я сейчас в багажник схожу вообще? Давай. Отнеси телефон. Давай, показывай телефон. Вот, например, телефон для охотников и рыболовов. Ух ты. Противоударный, непотопляемый, на хорошем андроиде, AGM называется. Вот. И... Две камеры, я смотрю, у него там какие-то... Да, две камеры. То есть это в плане расфокус и все вот эти штуки, да? Там, видео, фото во время видео, там, какие-то истории. Вот. И вот это если вот войти в магазин там в России, во-первых, ну, какой там выбор? Ну, такого реально. Но может... Я даже не знаю, где там. Не, может быть и есть, но выбор так себе. А здесь уже китайцы там подсуетились, там взяли приложение там свои сделали. Вот, сейчас вот, видишь, сразу для охотников и рыболовов все есть. Ну, то есть вот такая плекуха, ну, сейчас, да. Бликует все у нас, солнце светит. Ну, фишка в том, что да, по целевой аудитории, допустим, уже телефон, но и что ценно, и тоже, что он влагозащищенный, это все-таки тренд на самом деле. Я сейчас смотрю все влагозащищенное. Неубиваемое должно быть. Ну, и дожди, как бы, идут чаще. Я свой Samsung уже уронил, у меня уже покоцаны со всех сторон. Вот с каждой, смотри, вот здесь. У меня тут же самое с iPhone. Здесь кодки, здесь кодки. Тоже все углы биты. iPhone я потерял. Соответственно, эти все товары, где покупать? Покупать у русских перекупов, блин, это дорого. Кстати, титая не такие жадные. Они все-таки на трафике больше зарабатывают, чем на… Они смотрят дальше. Они думают, блин, ну, да фиг с ней. Не надо сейчас вот мне схватить свою маржу. Ну, тут может даже не китайцам дело. Может, дело и вообще в атмосфере бизнеса, там, в России, там, на Украине. Когда ты знаешь, что если ты в этом году не заработаешь, там, свои 30%. Ну, это отходит в прошлое, скажем. Тебя охлопнут завтра. Да, это однодневные эти все схемы. Ну, как бы, да, просто заработать, отложить в сторону, да, и вдруг… А если, не дай бог, у тебя хорошо получился бизнес, так его заберут? Тоже забыли такие риски. Соответственно, китайцы здесь сидят в меньших рисках, и они готовы меньшую маржу закладывать для того, чтобы воспитать в покупателей привычку, для того, чтобы поднять свой бренд. Вот никогда не было бы бренда AGM, там, да, если бы не было, там, AliExpress, там, или DHGate, или, там, ну, еще какой-то DX. Маркетплейс. Маркетплейс, там, eBay, и того же. Вот. А он появился просто благодаря тому, что производитель мог попробовать, посмотреть. А, вам нравится, не нравится, нравится, не нравится, да? Оп. И раз телефон за 200 долларов. Телефон, короче, квадрокоптер. Так, телефон, квадрокоптер. А, сейчас вот, китайская косметика, ну, как бы, неожиданно, да? Неожиданно, после японская, корейская, китайская, американская. Ну, в России, там, больше европейскую косметику потребляют, китайская, она больше, там, что-то по уходу за кожей, какие-то увлажняющие штучки, вот. Ну, ладно, это тяжелая история, там, больше для девочки, я не очень понимаю. В косметике. Ну, в общем, есть такая тема, все равно, я понял. Что еще? Какие-то гаджеты, наверное, тоже телефонные, по-любому. Все, а, видеокамеры, там, все, все вредят GoPro. Видеокарты еще, скажи еще. О, нет, скажи, ну, видеокарты, да, давайте все майнить биткоины. Нет, это, пожалуйста, вот, для любителей казино «Вулкан» и разбогатеть побыстрее, это вот к обманщикам проще обратиться, там, и, мне кажется, интереснее время проводить. Все-таки я считаю, что, вот, мой покупатель, это такой нормальный человек, который умеет считать деньги, бережет свое время, и, ну, ему не нравятся некрасиво сделанные сайты. Я очень горжусь нашим дизайном. Ну, это интересно, кстати, я уже заинтриговал. Я китайцев прямо вымораживаю, говорю, ребята, делайте, сдавайте нормальные картинки красивые. Потому что раньше все было, ну, как в Китае, а, сделайте что-нибудь, а, сейчас. Не, ну, что, картинки, по-моему, даже ничего так довольно. Ну, просто дизайн именно сам сайта, может, ну, в Китае, мне кажется, с этим были проблемы. Да, 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 да. Вот, картинки в плане фотосессии, фото, это довольно дешево и хорошо, ну, судя по свадебным всяким фото, и фото товаров, то есть они умеют, и стоят до порядка дешнего. И нормально подавать эти все истории. Мы очень сильно экспериментируем, тоже хотим выйти в мобилу, сейчас покажусь, так себе там мобильная версия, но мы сделаем приложуху через два месяца, я думаю. Все будет мобильно, в общем, да? Кодеры сидят, да, да. Ну, потому что, а что, кто компьютер сейчас с собой таскает? Раз, телефоне, чип, все заказал. Но в Китае это уже не каких-то... В Китае это уже не первый год, наверное. Это уже там 70-80% рынка, 11-11, 70% всех сделок были совершены с телефона, потому что никто не хочет включать компьютер. У нас только мобильная версия сайта сейчас сначала перевалила за 50%, ну, и, может, еще не для всех сегментов. Ну, то есть, так, раньше мобильная версия была важна, потом, ну, как и каждый решил, что да, она обязательно. Вот, потом, потом, когда начали смотреть, что уже половина пользователей с телефона, сейчас, я не знаю, статистику, но, думаю, уже переваливают постепенно. Но это еще не касается покупок, на самом деле, все-таки. Ну, то есть, покупки, я думаю, меньше намного. Ну, вот, интересно. Окей. Так, ну, что еще такое у тебя интересно спросить? Ну, то есть, Умка... Умка, а, Умка, это не мой личный проект, это проект китайской, там, инвестиционной компании. Да, да, да. Оно не партии, чего там. Хотя там государственное участие тоже присутствует, ну, в каких-то малых объемах. Вот. И мой личный проект, это, я сейчас только-только открыл сервисную компанию, которая дает возможность китайским продавцам делать свои магазинчики, свои сайтики. Ты делаешь Китай ближе, да? Да. То есть, получается. Да, и я китайцам, я здесь стараюсь уже их сознание переломить. Потому что у китайцев только сейчас пришло... То есть, сколько в Китае интернет-сайтов? Пять. Десять. Ну, ты имеешь в виду площадок, сайтов. Площадок, да. Площадок, ну, их одна. Не, ну, Tmall, JD, там, ну, еще всякие, да, Dindun. Ну, это что надо, JD. Вот. И еще там какие-то. Есть мелкие площадки, на которых очень узкие категории людей покупают. Вот, я лично там стараюсь на Xiaomi сайте покупать. Да, да, классные сайты. Еще какие-то вещи прикольные делать. Вот. А в России на Яндекс.Маркете зарегистрировано 40 тысяч интернет-магазинов. Я, когда китайцы эту цифру говорят, они говорят, ааааа. А я говорю, почему? Почему? Потому что нет площадок, на которых их размещают. Каждый делает свою, каждый пилит, как он может, и каждому китайскому бренду, я думаю, что стоит сделать по сайту в России и продавать вообще самим, не зависит от Алиэкспресса, спасибо Алиэкспрессу, конечно, большое, но нужно самим делать эту всю историю. А вы не даете такую, скажем, площадку для них? Ну, я сейчас пока их, мы начинаем с отручащихся. Именно просто, чтобы они напрямую, да? Они такие, а, нам нужен трафик, Денис, ты знаешь русский, скажи, что наш товар хороший, я говорю, как честная фабрика, фабрика, если такое, вау, качество, шуба, песец, вот, фабр, да-да-да, фабр, мама метиз, вот, и я говорю, ну, окей, давайте тогда с чего-то начинать, они говорят, ну, найди блогера там, найди ресурс, где можно там трафик купить, они все уже там потихонечку попробовали Яндекс Директ, поняли, как быстро заканчиваются деньги, оказывается. Мы скликали все, мы очень серьезно, а то всем скликивали. Вот, и они ищут какие-то новые пути, потому что Али не хватает, потому что у Алиэкспресс пока в глазах пользователя, но все-таки это дешевые товары, и я сейчас, мне не очень нравится стратегия, которая сейчас идет в компании, но я уже ушел, там два года назад повлиять не могу. Все равно им нравится. Ну, они, что, на старых, как это, харчах там живут, вот, выросли, когда росли, меняли все время, как меняться перестали, расти тоже перестали. Но у них нет конкуренции, по большому счету, да, они уже монополист, да, они уже, по сути, ну, как бы, что. Вот так. А китайские компании, с которой с тобой работают, какие, ну, вот какой сегмент, опять же, да, кто целевые твои, какой может быть, какие товары, какие… Это топ-селеры на Алиэкспресс. Ну, то есть это тоже, ну, это заводы, правильно? Это мобильные телефоны. Это тоже производители, правильно? Производители. Это, там, те производители, которые, как бы, классные, они создали хороший продукт, но на Алиэкспресс они, по большому счету, сильно не нужны. Роботы-пылесосы, классная штука, дома ползает пылесос, собирает там всю фигню. Кстати, это то, что нужно, действительно, уже, чтобы склад был в России, потому что дорогая индивидуальная пересылка. Есть товары, которые просто по одной штуке дорого слать, кроссбордер, да? То есть это, ну… Велосипеды. Да. Вот производители велосипедов в Китае, там, есть классные, там, рамы они карбоновые делают, еще что-ли. Вот. И они обращаются, говорят, что, блин, а вот мы там вложились, мы сделали хороший продукт. Тем, кто на Алиэкспресс покупает, им нравится, но очень мало, очень плохо развивается. Потому что на Али одни и те же люди ходят, там, которые… которых много времени и мало денег. вот. А Али пока, ну, не успешно привлекает тех, у кого меньше времени и больше денег. Ну, потому что и сайт, там, мне кажется, можно улучшать, там, и, там, какие-то вещи делать, там, связанные с подачей материала, да? Поэтому эти бренды – мои, там, клиенты. Я сейчас их, там, консультирую. Мы начинаем, как, с каких-то маленьких проектов. Вот давайте сделаем, там, промо для, там, такой-такой-то истории. Я делаю отдельное промо, завожу их на Алиэкспресс, вот, если у них нет никакой площадки. У них получилось, там, они говорят, блин, а почему такая версия такая маленькая? Ну, потому что люди не верят Алиэкспрессу, потому что люди думают, что, там, с него, там, долго везут. Угу. Давайте делать свой собственный. Они говорят, ну, ладно, вот сейчас мы еще, там, два месяца продаем. Китайцы же сразу не бросаются, там, с головой в омут. Они пробуют, что-то, там, экспериментируют. Ну, они осторожны. Да, осторожны. Да, в плане денег они никогда не вливаются. И следующим этапом я говорю, ребята, у вас есть свой официальный сайт? Давайте официальный сайт и продавать. Это же нормально. У вас расходов меньше будет. Делиться это нормально, это хорошо. Когда у них меньше расходов, они снижают цену на товары. Они получаются дешевле. Угу. Вот примерно такая же идея моя. И, конечно, тяжело. Я еще не видел такого же, кто такую же историю двигает с китайцами. Но если у меня вдруг появится конкурент, я его сразу сделаю союзником и партнером. Потому что я считаю, что такое дело надо вместе сделать. Интересная тема. Ну, я думаю, какой вариант у китайских производителей. Они просто могут по той же схеме, как они работали, допустим, с… Ну, то есть, они сейчас, по сути, продают как дилеров, ищут в разных странах. То есть, говорит, вы будете там нашим там… Ну, если это китайский бренд с китайским именем. Представитель, да. Да. Просто, да, допустим, там один, два или там… Или один… Да, да. Блогеры те же. Они с ними могут более… Ну, просто, то есть, человек, он берет на себя эти все моменты, да. Вот опять же, склад, доставка. Ну, то есть, но он покупает, по сути, он берет свои деньги. Не обязательно… Чаще. Но они, по-моему, редко, как бы, скажем… Доверяют. Ну, берут на себя там… Они маркетинговые расходы часто берут там, да, там, окей, там, выставки, окей… Да нет, они привозят какие-то части товаров в Россию, там в том числе и политика тоже Али там сделают. Угу. Так. И вот ко мне вчера буквально обратилась, там, они торгуют бижутерией. То есть, изделие из серебра и внутри, там, ну, фианит, там, какие-то, ну, такие камни на подвеске. То есть, они блестят, там, болтают. Угу. Так прикольно. Они говорят, можешь найти нам блогера, который ведет, как это, прямые онлайн-трансляции, стримы, да, и в стримах про наш товар бы рассказал. И вот я сейчас ищу. Угу. И это такой процесс… Если вы такой блогер, вот, в комменты пишите, да, сведу вас за Денисом. Не вопрос. Понятно. Понятно. И нам нужно, чтобы он не самый, не жадный был, там, Потому что в самом начале все пробуют. А никто не знает, что из этого получится. Никто… Ну, ну, надо пробовать. Если не будешь этого делать, ну, что, фигня получится. Да. Так, ну, что? Все. Теперь можно покатать. Теперь можно покатать, да, уже тут Денис сидит, облизывается, там, машинки гоняют, сжат. Я сейчас тоже выйду, поснимаю с удовольствием. Это все действие. Сразу зонтик бери от солнца. Да. Это у тебя будет один из первых твоих экспириенсов. Первый с зонтиком, да, с зонтиком от солнца. Какие-то ямки белой кожи, их нельзя некрасиво загорать, считается. Да. Но сейчас солнце просто очень сильно кусается, поэтому тут даже не про загорать, просто не сгореть случайно. Не сгореть, не сгореть. Создатель проекта umcomall.ru. Человек, который работал в Алиэкспрессе, который знает китайских производителей очень-очень хорошо и давно. И, в принципе, таким точно знатоком вообще бизнеса с Китаем, и китаистом, и очень уважаемым человеком. Вот. Очень уважаемый человек. Да. Может ответить даже в комментах, если... Да, задавайте вопросы, он вам будет отвечать. На самом деле, действительно, и контакт здесь тоже под видео. Такая площадка. Здесь все перестраивают, когда проводятся соревнования. Рисуется полоса, по которой, ну, траектория, по которой едут гонщики. Там уставляют трибуны. Дополнительные еще, как бы, уровень вот этой губки поролоновая, потому что вот в стену прилетать очень больно получается. Губку мягче. и вам, конечно. с вами был андрей ленка до встречи в следующих видео подписывайтесь на канал счастливо